Всем привет! Добро пожаловать на влог. Я сейчас сижу у себя в шкафу и хочу вам показать подарок, который я сделала сама себе на Новый год. Новый год у нас еще не наступил, до Нового года еще три дня, но подарок мне уже пришел. Заказала я его на сайте Farfetch. Я уже делала там заказы на первый раз. Я думаю, что вы знаете многим этот сайт знаком. В общем, пришел в таком вот, ну в коробке, в таком вот пакете. Это рюкзачок от Moschino. Кожаный рюкзак. Я подумала, что мне неудобно стало носить сумку через плечо, потому что она давит мне то на одно плечо, то на другое. Я пытаюсь, конечно, их менять периодически носить, то на правом, то на левом, но все равно я ощущаю постоянный дискомфорт. Подумала, что, возможно, эта проблема может решиться с помощью рюкзачка. Я не знаю, решится она или нет, ну посмотрим. В общем, такой вот рюкзачок. Поставлю здесь фотографии, как это выглядело на сайте. Давайте с вами вместе снимем все вот эти вот бумажки. Смотрите, сколько здесь много золотой, именно такой яркой-яркой золотой фурнитуры. Я не могу сказать, что я являюсь прям фанатом, но я думаю, что, в принципе, с этим рюкзаком сочетается более-менее неплохо. Вообще бренд Moschino сам по себе, он такой достаточно нестандартный. Ну, прям, надо очень сильно любить этот бренд, чтобы его носить, потому что, ну, вещи, мягко говоря, на любителя. Они такие яркие, вычурные, броские, но зато сразу видно, что это за бренд. Очень необычные, нестандартные дизайны. У них там есть и сумки в виде бутылки шампанского, и сумки в виде, не знаю, йогурта какого-то. Ну, в общем, дело в том, что, почему я купила рюкзак именно от бренда Moschino, не потому, что прям он понравился мне больше всего, а потому что, на самом деле, вот на сайте Farfetch, то, что я смотрела, было представлено очень и очень мало именно вот таких вот рюкзачков, которые, знаете, так достаточно элегантно смотрятся. Было очень много таких больших, громоздких, но я хотела рюкзачок именно миниатюрный, который был бы похож на дамскую сумочку. Так, вот здесь, видимо, сертификат. Там знак кожи, я так понимаю. Маленький кармашек для карточек. Написано Made in Italy. Здесь тоже есть спереди маленький карман. Такая вот цепь, которая была пришпандорена вот так вот снизу. Но я ее сняла, потому что мне кажется, что и так здесь очень и очень много всяких вот этих вот золотых побрякушек, поэтому цепь, во-первых, она его утяжеляет, а во-вторых, мне кажется, что она уже смотрится немножечко too much. Но, смотрите, ее можно использовать как такой блинк на шею. Почему нет? Давайте посмотрим. Сейчас очень модно, кстати, вот такие громоздкие цепочки и различные именитые дизайнеры выпускают украшения именно вот такого типа, чтобы можно было как бы неплохо. Кстати, достаточно интересно, что скажете. Можно, естественно, пристегнуть и носить просто как цепочку. У меня, видите, получилось такой чокер-цепочка, что два в одном. И рюкзак, и сумка. Еще что мне понравилось, что вот эти вот крючки, их можно всячески между собой комбинировать. То есть можно, например, его прикрепить на верхнюю ручку и уже получится, что у вас как бы такая сумка на одно плечо. Я очень люблю универсальность. В сумках, мне кажется, это круто. И также на одном и на одной из ручек фирменное большое лого бренда, чтобы сразу все знали, чье это хозяйство, так сказать. Ну что, я не знаю, напишите, как вам рюкзачок. Я, в принципе, довольна. Он симпатичный и достаточно вместительный, что, конечно же, не может не радовать. Хочу рассказать немножечко про Новый год и про наши правила касаемо Нового года. На Новый год, так же, как и на Рождество, и вообще у нас сейчас в Латвии до 11 января нельзя собираться компаниями. То есть не может собираться народу больше, чем одно домашнее хозяйство. То есть, в принципе, мы не имеем права по закону в гости позвать. Не то, что даже каких-то наших друзей и знакомых. Я не могу даже позвать в гости свою собственную маму, потому что мы живем отдельно, и она уже, получается, не принадлежит к нашему домашнему хозяйству. Вы не можете не позвать друзей на праздники, вы не можете даже позвать своих собственных родителей. А если у вас больше родственников, например, у меня брат родной, да, у него девушка, моя мама, семья, бабушка. То есть мы, в принципе, не можем организовать даже застолья своей собственной семьей, не говоря уже о друзьях. Конечно, я думаю, что те, у кого нету этих ужасных ограничений, возможно, вам сложно это представить, и я рада, что у вас их нет. Не хочу наводить какой-то депрессняк, да, я не хочу быть негативной. Я стараюсь во всех своих новогодних и рождественских видео, я думаю, что если вы все их смотрели, то вы согласитесь. Многие мне писали на Инстаграм, что у вас после просмотра этих видео поднимается настроение, и у меня именно такой посыл. Но, конечно же, я не буду лицемерить. Это огорчает тот факт, что такой праздник, как Рождество, такой праздник, как Новый год, когда, наоборот, принято собираться семьями, друзьями, большое застолье, большая компания. Сейчас не то, что даже большая компания, сейчас даже маленькая компания из четырех человек. Если, допустим, это ваши родители или это ваши братья и сестры, вы собраться не можете. Соответственно, когда я вам рассказывала, что Новый год и Рождество мы отмечаем в тесном семейном кругу, я не преувеличивала. Как у вас в стране, я так понимаю, в России, таких ограничений нет, судя по тому, что вы мне писали под предыдущими моими видео в комментариях. Ну и, конечно, несмотря на то, что Новый год у нас в этом году не получится встретить с тем, с кем нам бы хотелось его встретить. Например, мой муж своих родителей не видел уже целый год с прошлого Рождества. Но подарочки все равно мы, конечно же, дарить будем. Я сейчас буду упаковывать подарок для девушки моего брата. Вот такая вот коробочка новогодняя. Как вы думаете, что там? Сейчас я вам покажу. Вот такие вот серебряные сережки. Мне кажется, что они очень красивые, потому что они, смотрите, с такой интересной деталью. Там вот этот вот камушек как бы находится рядом с самой сережкой. Сейчас он не фокусируется. Ну вот так вот, да. И, в принципе, выглядят не просто как обычные колечки, а выглядят поинтереснее. Лёва там принимает ванну. Вот, брестят, сверкают очень красиво. Надеюсь, что ей понравится. И вот такая вот клюква в сахарной пудре. У меня это ассоциируется всегда именно с новогодними и с рождественскими праздничками. Праздниками. Сейчас буду упаковывать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ребята, доброе утро! Вчера вечером, после того, как я вам сказала о том, что у нас нельзя никого приглашать на Новый год, даже самых родных и близких, мне подружка скинула новость на WhatsApp о том, что с 30 декабря, то есть с сегодняшнего дня, у нас вводится комендантский час. И вводится он только лишь на период Нового года, то есть он вводится с 30 декабря по 4 января. Что это значит? Это значит то, что после 10 часов вечера нельзя выходить на улицу. С 10 часов вечера до 5 часов утра. Только при острой необходимости. То есть мало того, что людей лишили возможность встречать Новый год своими родными и близкими, провести его даже в кругу самых-самых близких людей, так еще и ты даже не выйдешь ночью в 12 часов в Новый год, не посмотришь салют, не запустишь салют. А мы как раз-таки думаем, мы купили бенгальские огни специально, чтобы пойти хотя бы хоть как-то порадоваться. Для меня это всегда был огромный символ запускать салют, пусть даже маленький, но хотя бы бенгальский огонь, потому что это символ праздника, это символ радости, это символ Нового года. Так вот, в этом году нас даже этого лишили, причем буквально сказали за один день до Нового года. Все магазины продовольственные будут работать только до 9 вечера. Хочется, конечно же, как я вам всегда говорила, сохранять оптимистический настрой, но это делать становится с каждым днем все труднее и труднее и труднее. И причем после 4 января комендантский час снимается, а потом он опять вводится, я так понимаю, с 8 или 7 января по 10, как раз-таки на православное Рождество. Интересное совпадение. Или нет, как вы думаете? В общем, это, конечно, просто маразматические, идиотические меры, которые вообще, на мой взгляд, никак не обусловлены тем, что что-то там они должны помогать, кому-то что-то предотвращать. С наступающим! Я очень надеюсь, что я еще запишу видео про Новый год, о том, как мы отметим в нашем узком семейном кругу. А вам я, конечно же, хочу пожелать всего самого хорошего. Те, кто может запустить салют, запускайте, запускайте, бомбите, сделайте ваш Новый год, насколько это возможно, радостным и незабываемым. А еще, конечно же, я вам хочу пожелать крепкого здоровья вам, вашим близким. Самое главное, с наступающего, с дорогими подписчиками и тем, кто случайно попал на мой канал. И, как обычно, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!